Ключевая тема питерского форума в этом году экономика в постпандемийном мире под ее влиянием и сопутствующих факторов многим компаниям пришлось пересмотреть свою стратегию на какие цифровые решения сегодня запрос у бизнеса нам рассказал андрей филатов генеральный директор сап здравствуйте андрей добрый день главная тема форума в этом году это экономика новой реальности что для вас представляет это новая реальность и какие тренды общемировые здесь можно отметить я наверно не буду оригинален коронакризис он эту новую реальность для всех сделал неизбежной во первых во время кризиса многие стали работать по-новому всем пришлось научиться работать удаленно и использовать те системы с которыми мы работаем своих бизнес компания с ними работать тоже удаленно мы видим большой толчок облачным технологиям мы видим что цифровизация и те преимущества которые она дает том числе еще раз благодаря корона кризису они стали быстрее внедряться быстрее проникать и мне кажется это очень здорово потому что эти отрасли она может стать таким локомотивом который вытащит все остальные отрасли экономики из экономических проблем существует мнение она сейчас широко тиражируется о том что пандемия подстегнула цифровизацию так ли это и есть ли какая-то обратная сторона мы видим что многие компании которые раньше мы всерьез не рассматривали какие-то цифровые проекты они стали по-другому к этому относиться и обратная сторона это когда появился большой спрос выяснилось что не хватает специалистов очень мало экспертов мало архитекторов мало data scientist например или специалист по искусственному интеллекту их недостаточно для того чтобы помочь всем компаниям которые заинтересованы в таких технологиях поэтому мы например очень активно выстраиваем работу с высшими учебными заведениями чтобы ускорить подготовку студентов чтобы буквально через полгода год у нас появились уже первые молодые специалисты которые уже прошли подготовку в самых современных технологиях на ваш взгляд все-таки пандемия ускорила именно разработку или запуск потому что многие компании сейчас говорят о том что у них уже было в планах запустить той или иной сервис или то иное приложение конечно какие-то компании уже запускали использовали проекты цифровые те компании которые консервативно относились к этой теме они осознали что надо двигаться быстрее вариантов нет надо запускать эти проекты ну и дальше мы возвращаемся к обратной стороне медали это нехватка специалистов возможно нехватка финансирования когда все сотрудники сидят удаленно по домам тоже запускать трансформационные проекты оказалось не так легко какие технологии сегодня наиболее востребованы и если какие-то различия по отраслям отличие по отраслям есть они связаны в основном именно с готовностью отрасли применять современные цифровые технологии я бы сказал что мы видим очень большой прогресс металлургии в ритейле и конечно в секторе финансовых услуг это банки и другие финансовые компании есть какая-то отрасль которая абсолютный лидер по всплеску спроса на технологии технические решения всплеск спроса наверное сейчас во многих индустриях присутствует а вот именно с точки зрения уже применения цифровых технологий я бы все-таки выделил металлургию у нас крупные металлургические холдинги компании они наверное одни из самых передовых в мире сейчас с точки зрения применения цифровых технологий и можно еще увидеть тоже очень большой прогресс в ритейле но а то что мы с вами видим каждый день это конечно это доставка еды из ресторанов это доставка продуктов из магазинов то есть это все доставочные сервисы они конечно очень сильно спрогрессировали за последнее время какие изменения произошли в облачных технологиях и если в этом российская специфика есть российская специфика связана с тем что у нас достаточно строгое законодательство с точки зрения хранения персональных данных с точки зрения работы с данными вообще в целом ряде отраслей например банковской сфере нельзя данные переправлять за границу и это накладывает отпечаток что крупные международные облачные услуги в россии не работают или не присутствуют и российские игроки они имеют возможность вырасти и стать серьезными конкурентами в облачных технологиях мы наверное одна из немногих западных компаний которые разместили свои облачные сервисы в россии и мы всем нашим заказчикам предлагаем услуги локально и храним их данные в россии и это дает нам возможность очень уверенно расти и я с очень большим оптимизмом смотрю в будущее россия есть какие-то цифры сколько составил этот рост у нас вот в первом квартале этого года сегмент среднего и малого бизнеса вырос практически на 200 процентов с точки зрения приобретения наших облачных услуг думать это будет россии в геометрической прогрессии будет уверенный рост и мы очень хотим найти дополнительные возможности по работе в россии именно с облачными сервисами и мы ведем консультации с министерством цифровизации коммуникации с различными ведомствами организациями с нашими крупнейшими клиентами компаниями для того чтобы найти как раз те самые интересные инициативы где наш международный опыт методологии ноу-хау примененные для российской экономики могут дать существенный эффект по каким-то еще вопросам консультируете министерство возможно создаете какие-то законопроекты разрабатываете сейчас как раз эти сфера она находится под пристальным вниманием мы участвуем на уровне консультации но мы больше фокусируемся на интересных инициативах например вот вместе с министерством цифрового развития некоторое время назад мы собрали акселератор для российских стартапов именно в цифровой отрасли и мы помогаем этим стартапам совершенствовать их разработки их решения помогаем их сертифицировать и выводить их на международные рынки мне кажется это отличный симбиоз синергия сотрудничества между крупным западным игроком и российскими компаниями из сферы цифровых технологий еще одна очень актуальная популярная тема сегодня это зеленый тренд популярны и зеленые технологии зеленая экономика как вы оцениваете перспективы этого сегмента мне кажется это очень здорово сейчас мире к этой теме так серьезно стали относиться действительно у нас нет планеты б нам некуда деваться с этой планеты поэтому нам конечно надо над ней заботиться и конечно нам важно чтобы она не страдала от избыточных загрязнений чтобы не было угрозы жизни человечества связаны с экологическими проблемами и мы как компания очень активно участвуем и мы первыми предложили решение разработки которые позволяют например отслеживать карбоновый след то есть мы можем помогать нашим заказчикам оценивать тот уровень загрязнений которые они имеют настоящий момент мне кажется очень хороший полезный правильный ход который практически и прямо сегодня уже можно достигать очень серьезных результатов с точки зрения экологии во время пандемии многим компаниям пришлось пересмотреть свою стратегию развития планы на год какие-то произошли изменения в сапе безусловно мы не могли не реагировать на ту ситуацию которая происходила поэтому конечно вначале мы очень осторожно стали оценивать перспективы потому что в самом начале пандемии было непонятно как это все будет развиваться по какой траектории какие последствия экономически это вызовет тем не не прошло несколько месяцев и мы перестроились и мир перестроился и заказчики перестроились и в конце года мы увидели возвращение это активности деловой и в итоге год закончили очень неплохо очень уверенно удалось выполнить планы у нас план состоит из нескольких компонент и общий план это определенное сочетание этих компонентов если изначально мы ожидали что у нас будет одно сочетание но финиш или год мы с другим ну например мы не ожидали такого всплеска роста облачных технологий а пандемия сделала прям мощный такой shift именно в сторону облачных технологий облачные технологии показали очень хороший рост а такие долгосрочные классические проекты которые у нас были они наоборот чуть-чуть снизились но в целом мы план выполнили я считаю это отличный результат и мы с оптимизмом смотрим 21 год я думаю что он тоже будет хороший а быстро удалось перевести сотрудников на удаленный режим работы на новый формат вообще совещаний вообще мгновенно потому что у нас все технологии изначально рассчитаны на удаленную работу потому что мы работаем с крупными корпорациями сами международная корпорация у которой много филиалов и подразделений по всему миру и практически все наши решения подразумевают удаленную работу поэтому люди просто взяли свои ноутбуки и уехали по домам это не помешало нам продолжать работу достаточно эффективно из-за интересного я бы сказал что мы даже проекты по внедрению наших решений наших заказчиков завершали удаленно то есть когда люди не присутствовали физически на площадке заказчика подключались по видео конференц связи и это тем не менее позволило все равно довести проекты до результата поэтому для нас это было несложно с какой программой приехали на питерский форум есть ли у вас какие-то подписания соглашений договоренностей у нас три подписания на форуме первое же произошло вчера мы подписали соглашение с камазом по инновациям и по применению наших новейших методологий в автомобиле строение мне кажется это очень перспективная договоренность у нас запланировано подписание с компаниями microsoft и мтс это тоже очень интересное соглашение по которому мы совместно будем использовать облачные платформы microsoft облачные решения с и пи на базе облачных центров мтс это тоже еще один такой толчок для российского рынка еще больше облачных технологий будут доступны с еще более высоким качеством и мне кажется это здорово ну и третье подписание не менее интересное с группой компании фосагра тоже касается цифровых технологий цифровых решений повышение эффективности деятельности предприятия улучшение логистических цепочек это именно с технологической точки зрения очень интересная большая работа мы желаем вам успеха в завоевании сегмента облачных технологий ну и конечно продуктивной работы на форуме большое спасибо за интервью спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!